А теперь я хочу, чтобы мы с вами занялись географией. Я была не права в правду, Володин, когда сказала, что наша Земля, цитирую, блин, плоский диск. Скорее всего, это не диск. Я, как и все, повелась на то, что азимутальная картографическая проекция является отражением реальной формы и фигуры Земли. Конечно же, это не так, это всего лишь проекция, однако суть это не меняет, это небольшая погрешность. А сегодня мы с вами займёмся именно географией места, того места, где мы живём. Знаете, спустя годы изучения у меня просто язык не поворачивается назвать вот это место, где мы живём, Землёй. Поэтому давайте пользоваться термином «мир». Напоминаю для тех, кто только что к нам подключился, к нашей тусовочке конспирологической, что мы плаваем и летаем исключительно по азимутальной картографической проекции. Азимутальная картографическая проекция – это практически карта плоской Земли. Зачем же было выдумывать шар? Из предыдущих моих видео «Земляне шар Волл-1, Волл-2 и Волл-3» вы можете узнать, что шар – это всего лишь модель. Удобная модель для расчётов. Почему и зачем? Зачем надо было выдумывать шар? И вообще, вы сейчас убедитесь в том, что это гениально. Убедить людей в том, что мы живём на шаре, было гениальным. Зачем? Зачем это делать? Итак, если это реальная карта нашей Земли. Давайте поменьше возьмём. Если это реальная карта нашей Земли, то посередине у нас, как мы помним, находится ось мира Аксис Мунди. Реальный физический, так называемый, и энергетический каркас этого мира и нашей матрицы. А вокруг у нас ледяная стена. Но как же это скрыть? Как скрыть тот факт, что мы находимся в террариуме? Давайте подумаем. У меня в руке шар. Такой же шар, каким называют нашу Землю. Модель. Модель. Итак, давайте мы возьмём карту. У меня она немножко смятая, поскольку я уже тренировалась до этого. Итак, карта нашей Земли. Азимутальная проекция. Перекладываем её на шар. О боже, о чудо, что же у нас получается? И у нас получается наша современная карта мира, где у нас внизу так называемый якобы Южный полюс, а сверху Северный полюс. Однако на современных картах, на современных азимутальных проекциях исчезла так называемая айскеп. Ледяная шарка, которая находится вот здесь, и которая рисовалась в атласах, и преподавалась в школах, и так далее. Рисовалась на разных картах связи, лётных картах, ну и так далее. В общем, после примерно Второй мировой войны айскеп, ледяная шапка, пропадает со всех карт, в том числе с азимутальной проекцией. И мы имеем вот такую вот карту нашей Земли. Итак, смотрим, что. Так, как нам говорят, здесь у нас находится Антарктика. Ну и вполне логично, да, если переложить всю нашу карту на шар, как на модель, то да, у нас получается внизу Антарктика. И тут возникает вопрос, почему же существует договор об Антарктике? Почему же она никому не принадлежит? И почему же она вот разделена по странам, якобы каким-то кусочком владеет каждая страна? Почему? Да потому что шар — это всего лишь модель. И если мы возьмем эту модель и развернем, то у нас получается, что ледяная стена вокруг, то, что называют Антарктикой, не может быть, не может принадлежать этой стране. Нет, точнее может, но эта страна должна выстроить везде своих пограничников. И даже такая богатая страна, как Англия, полагаю, не обладает такими ресурсами, чтобы контролировать всё. Да. Поэтому нам подсунули эту дурацкую модель шара для того, чтобы якобы свернуть вот эту вот карту, зациклить её и, конечно же, спрятать ось мира посередине. «Ес!» Мы догадались. Мы вместе догадались. Это круто. Вот. Но в чём же я была не права? Я сказала, что вначале я действительно полагала, что мы находимся на, скажем, диске. Какой же формы то место, площадка, где мы находимся. До этого додумалась не я, но полагаю, что вот это и есть форма нашего террариума. То есть, вот, это наша азимутальная проекция карты плоской земли. Точнее, это давайте вот эту смотреть, настоящую, с айс-кэп посередине. Да, получается, вот это наши земли нам известны, а вокруг вот эта вот та самая стена, ледяная стена. И почему же ледяная стена? Давайте мы подумаем, почему просто не колючая проволока? А ведь, что значит природное явление, это большой вопрос. И подсунь нам, обезьянкам, например, колючую проволоку вокруг, мы бы решили, что эта колючая проволока появилась сама, и это некое природное явление. То есть, зачем надо было устраивать вот эту вечную мирозлоту? И самое интересное, почему в Гринландии также вот в этом районе есть нечто подобное вот этой же ледяной стене? Да, почему? Откуда эта вечная мерзлота? Почему вечная мерзлота? Дальше мы с вами поймем, почему. Кстати, еще интересный момент. Не просто же так, это называется антарктическим кругом и арктическим кругом. То есть, мы имеем два круга. Условно говоря, вот это место, где мы живем, и мы не можем попасть ни сюда, то есть за пределы, ни сюда, в центр. Почему? Из-за этой вечной мерзлоты. Я полагаю, что 200 лет назад действительно произошла некая катастрофа. Что случилось, непонятно. Я еще не углублялась достаточно в этот вопрос, но что-то произошло, что погубило, скорее всего, предыдущую цивилизацию. Сегодня в виде карго-культа мы молимся на девайсы, которыми они пользовались. И я полагаю, что выжившие после этой катастрофы укрылись как раз вот здесь, в самом центре Земли. Либо успели убежать, либо сюда, либо вот здесь, в центре. Здесь, в центре, согласно мифологии разных народов, находятся гиперборея, райский сад, Эдем, Шамбала. Можно называть как угодно. Но почему, опять же, мерзлота? А мерзлота — холод. Это среда, в которой не развиваются микробы. Я полагаю, что мы в карантине, что выжившие после этой катастрофы устроили себе некий такой барьер, сквозь который не проникают болезни, которыми мы болеем, не проникают вот эти микробы. И это вполне логично, поскольку существует много сказаний, что в какую-то заветную страну либо через какую-то дверь пройдёт лишь достойный тот, кто чист душой и телом. Если убрать фанатизм, если убрать ауру некой загадочности, 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 то мы имеем действительно барьер против болезней. И пройдёт тот, кто, грубо говоря, имеет чистую микрофлору. То есть не употребляет алкоголь, мясо. Тот, кто на растительном питании, а лучше на сыроедении. к вопросу, почему я сыроед. Почему пройдёт лишь якобы достойный? Это не значит, что кто-то достойный. Нет. Просто, как я уже говорила, в суть еды, излучатели, ссылка будет в описании, микрофлора диктует свои условия нам. И в местах силы, так называемых, может произойти мгновенная детоксикация. То есть, условно говоря, мясоед или всеядный человек, проходя через этот барьер, может умереть от мгновенной детоксикации. И сыроеду в данном случае будет гораздо легче. То есть, там тоже будет сложно. Кто переживал детоксикацию, сыроеды, напишите. Мало приятного. Но это всё растянуто во времени. А представляете, если это случится мгновенно? То есть, это такой естественный барьер от больных людей. И здесь становится немного грустно, поскольку все эти сказания и мифы о предках, с которыми мы так хотим познакомиться. Ведь любой человек хочет познакомиться со своими предками или с теми, кто нас создал. Это немного грустно, поскольку если эта теория верна, то они просто закрылись от нас. И плевать им хотелось на нас и на наше благополучие. Иначе бы они давно уже что-то сделали. Но согласно моим исследованиям, я уверена, насколько я могу быть уверена, что здесь живут люди. те самые может быть трёхметровые или высокие люди, останки которых находят и для которых строились эти высоченные потолки, и для которых были созданы эти огромные книги, которые находят. И они, да, живут в мире без болезней, которыми болеем мы, без тех страстей, коим подвержены мы, в силу чистоты своего тела и разума. Но не потому, что они какие-то святые, нет. И да, они владеют теми технологиями, которые кажутся нам магией. И да, они не платят ни за электричество, ни за интернет. Это мы тут обезьянки ездим на бензине и платим за электричество, интернет. Вы вообще подумайте, какой бред платить за электричество. Господи, какая бредовая. Я сама плачу, боже мой, что я тут возмущаюсь. Так вот, что мы имеем? Давайте закрепим. Вот, что нам показывают. Азимутальная проекция без вот этой айскеп шапки ледяной. Но опять же, они рисовали вот эту ледяную шапку айскеп, чтобы скрыть эдем рупес нигра аксис мунди, ось мира, настоящий магнитный полюс, чтобы скрыть проходы туда. Потом с карт они вообще их убрали. Итак, нам же рисуют вместо вот такой настоящей карты ледяной стены. Опять же, вспомним, это всего лишь проекция, скорее всего, мир вот такой. Проекция на окружность. Итак, а если мы возьмем и сомнем вот эту окружность на шарике, то у нас получится таки наш глобус. Модель круглой страны. Типус орбис террарум. И таки, да, у нас тут получается наша Антарктида, а наверху Северный полюс. Вот так. А если мы это разворачиваем, то мы снова получаем нашу обычную красивую проекцию, азимутальную проекцию, которая наилучшим образом отражает действительность. Напишите, напишите, что вы думаете по этому поводу. И, конечно же, не верьте меня на словы, перепроверяйте все, что я вам говорю. Перепроверяйте, копайте, ищите. Мне бы интересно было выслушать мнение ученых, академиков, если они меня, конечно же, смотрят, и людей, которые так же, как и я, изучают этот вопрос и хотят узнать правду. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Продолжение следует...